Уроки памяти и собрания в честь Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско в 61-й школе проводят по несколько раз в году. Обязательно в январе, в день рождения подводника, и в ноябре, в день смерти. Но есть еще одна важная дата, отмечать которую для школьного коллектива стала уже традицией. 18 сентября проходит праздник улицы, названный в честь Героя. В этом году ей исполнилось 25 лет. Школа находится с ней по соседству. И также гордо носит имя Александра Маринеско. Я очень горжусь своей школой, так как она названа в честь Александра Ивановича Маринеско, великого подводника, легендарного подводника Великой Отечественной войны. Его великий подвиг «Атака века» наталкивает сейчас молодежь на то, чтобы они были сильными, мужественными и были готовы на сильные поступки. «Атака века» – это событие, когда Александр Иванович Маринеско на подлодке С-13 потопил самый большой лайнер того времени. 11 лет в 61-й школе работает и музей имени Александра Маринеско. Экспозиция посвящена Великой Отечественной в целом, героям-подводникам, подвигам и судьбе самого Александра Ивановича. Музей этот основан по инициативе ветеранов-подводников, которых много живет в нашем славном городе-герои Севастополя. У нас находится самая большая такая реликвия – это полностью личное дело из архива подводных сил России, который находится в Гатчине. Это полностью, где рукой Александра Ивановича написана автобиография, где можно поминутно проследить знаменитую «Атаку века». В пятницу утром в фойе школы номер 61 прошла торжественная линейка. После нее школьники, учителя и ветераны-подводники возложили цветы к мемориальной табличке на улице Героя. Ну, я много не знаком с ним, но встречался. Будучи на командирских классах в Ленинграде, он приходил к нам на классы. Капитан первого ранга в отставке Юрий Николаевич Калашников уверен, большинство боевых побед экипажу лодки С-13 принесли нестандартные смелые решения командира Маринеско. Лодка имеет ход максимальный в подводном положении 9 узлов. Это и та лодка. Лайнер идет со скоростью 12-14 узлов. Невозможно. Значит, командир принимает решение. Атаку произвести в надводном положении, в позиционном положении. Для этого ложился на параллельный курс и два часа работы дизелями полным ходом, в позиционном положении, то есть практически над водой, выходил на позицию стрельбы торпедами. Отношение к личности Александра Маринеско, в отличие от отношения к подвигам, после войны у столичных высоких чинов было неоднозначным, потому тянули с присвоением ему звания Героя. В музее 61-й школы есть подлинная телеграмма севастопольских подводников в Москву, в защиту Маринеско. В 1990 году звание ему, наконец, присвоили. Посмертно. В том же году Севастопольской улице между 5-м и 6-м микрорайонами подарили его славное имя. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севенформбюро.